отсюда если мы запустим нашего персонажа гулять он сюда опять пытается ну ладно хочет сюда пусть сюда пусть идет случайное место в этот раз он случайное место в разоположном направлении побрел отличном я ожидала разочарование грит хк-47 и все еще разочарован а можно ли считать разочарованием то что ты получил разочарование который ты ожидал как-то такой парадокс небольшой получается ты ожидаешь разочарование и получаешь разочарование получается как бы еще разочаровываться если ты получил то что ожидал так эту дверку мы пропускаем похоже окей Ну и пока наш персонаж двигается, давайте откроем Steam. Не, вот эта игра перекрывает окно Steam, и придется через браузер действовать. Окей. Какие глубокие мысли наводит эта игра. О да! Ты хотел разочароваться в одном, а разочаровался в другом, говорит Эйрон Хоук. Это правильный ответ на этот вопрос. Согласен. Хочешь разочароваться в чем-то конкретном, а тебя разочаровывают в другом. Прекрасно. Так, а там где? Мы здесь уже вроде бы были, да? Прекрасно. вот антаркти рекомендейшн с нашел я прогуливаться по зиму величинным залом поистину удовлетворяющие занятия горит наш персонаж я надеюсь в этот раз он в среднюю дверь зайдет сейчас что прошлый раз мы заходили в дальнюю там как бы никуда не попали давайте в среднюю зайдем в общем steam не рекомендует frost панк культизу симулятор into the bridge с английской с химера сквад кстати говоря господа которые играли в x-ком химера сквад как он вам вообще он интересный или нет планет фолл эйдс хэш оф гадз эрратус ори энд виллы виспс крайн санс обра дин баба из ю тронбрейка слеза спая два тандер лордс еще бы они не рекомендовали доки доки литрича club frost панк надо заставить себя за эти гриды и дриммер потом засасывает а потом ты расстроен всегда результатом о чем эта игра спрашивает taiwars а разочарование вот это вот то что на экране исключительно про разочарование иногда наш персонаж впишет я хочу просто остановиться присесть и задуматься бывает такое я никогда не понимал жизни говорит он как было бы у нас карта на чё у нас здесь есть музыка звук музыка и то и то да а яркость окей я порекомендую супчик горит левадок он очень вкусный до супчик от прекрасно интересно первые 7 часов горит код шлизингером это вот что 7 часов первое интересным я думаю опять в случайное место пойдем и вы пошли назад не не так дело не пойдет давайте наверх поднимемся конечно нафиг химерой горит айрон холк ты же x-ком 2 не прошел ну вот а видимо 7 часов это про химера да унылый проходняк с дружбой жвачкой этот новый x-ком пишет река честер окей химера средненько второй по интереснее будет из-за больших локаций а тут перестрелки в комнате 2 на 2 метра но тактику интересно подбирать ретурн добрый дин говорят да да под что значит хорошее хорошее вот здесь мы вроде не были ура новая локация слушайте просто какая радость какое счастье наконец-то здесь какое-то разнообразие что-то новенькое круто смотреть мох тут растет мох но собирать его пока рано говорит наш персонаж то есть он еще видимо не созрел прекрасно несозревший мох хлюп-хлюп ну да это мы слышим что ждет нас в этой пещере еще одно разочарование или же огромное ничего еще мог мог как раньше пока рано убирать не созрел залезть в дверь чуть-чуть ну-ка что это а как же openx.com terror from the deep надо пройти со зрителями на хорошая тема надо реально взять карандашик листочек бумаги начать записывать а то сейчас хороших мыслей появляется много а потом я про них опять забуду вот эта капелька очень сильно старается давайте попробуем залезть вот незадача думаю я смогу пройти дальше когда дружелюбная капелька наполнит яму на это может уйти месяц если вы думаете что это какая-то шутка то нет реально нужно месяц времени подождать а тогда вот это вот яму будет заполнена а вон сверху время осталось там 399 дней до пробуждения короля ты мог пропустил ну чего поделаешь к сожалению он не зрел его рано собирать почему beholder 2 вот beholder 2 это очень хорошая тема безусловно beholder 2 надо поиграть вот возьмешь лист чтобы записать мысли а вместо этого просто нарисуешь грустную луну мы можем нарисовать вторую луну в этот раз другого цвета например белую или даже красную вам какого цвета луна нравится скажите пожалуйста мне вот например больше нравится такая знаете крупная большая оранжевая луна когда она низко висит она выглядит немножечко угрожающе так прям зловеще вот это у нас становится интересней а beholder 3 ну все по порядку сначала beholder 2 конечно же ничего нет все тупик ничего нету мох рано собирать я так понимаю мох рано собирать просто сезон еще не тот и когда наступит тот сезон можно будет заняться сбором моха да кому ты говоришь говорит дейдример ты просто голодный блинчиков хочешь со сгущенкой луна оранжевая в смысле оранжевая ну когда она низко висит то да она оранжевая заходим в дверь время можно проматывать да закрываешь игру и ждешь энное количество дней время проматывается в реальном времени тут как бы все очень неспешно методично потихонечку наш персонаж еле-еле передвигая лапками ходит по этим пещерам и в общем-то вся игра в этом потому что все неспешно и медленно происходит и без особого смысла ох балдур раз по порядку тогда балдур с гейт 2 надо пройти говорит китаура надо обязательно а что будет если отказать календарь в инде назад назад это интересная тема возможно станет больше 400 дней есть ли в этом вероятность в такой мелкой воде не утонешь ну окей это радует и все осмотреть мох и осмотреть мох который рано собирать давайте попробуем в случайное место тогда отправимся blue moon you saw me standing alone эх вот сейчас токсичный стрим по флаут не вегас да тоже можно флаут не вегас хорошая тема в том плане что неплохо было бы сделать такой разнос выплескиваем всех своих эмоций в сторону этого бездарного не вегаса который люди любят конечно я понимаю что и он действительно любим что у него действительно есть определенные плюсы и положительные стороны которые людям нравятся но для меня нет я не особо люблю не вегас поэтому я бы с удовольствием бы порассказывал как его люто ненавижу не вегас с читами с читами ну нет тогда может быть и смысл его ненавидеть меньше будет так неинтересно нужно знаете такой ванильный нью вегас прям вообще без каких-либо модов что без всего просто вот навернуть так навернуть а еще мне нравится флаут четвертый можете подгорать начинать жду гневных комментариев на ютюбе какой я не очень никак я не прав просто открыть нажать кью как в эту игру она будет идти и все что тут есть спуск вниз а я его не видел пойду немного пройдусь говорит наш персонаж посмотрим куда меня нелегкое занесет и заносит на какую-то лестницу ммм бездарный ну-ну говорит кот Шринингер встретимся на том самом стриме когда-нибудь да-да обязательно встретимся так и по-моему здесь я уже был дизлайк подписка говорит Эрикан кстати насчет фоллаута я давно думал на тему того чтобы поиграть таки в дополнение для фоллаута четвертого фар харбор давно уже все это вышло но я после того как проходил на релизе фоллаута четвертый я потом с дополнением его не проходил и не играл в них но фар харбор вроде бы достаточно неплохая штука и хочется его попробовать поиграть да ладно надо быть толерантнее говорит Аликс так что фоллаут 4 так фоллаут 4 ну да какие там гневные комментарии вот если сравнишь второй фолл и Нью Вегас так да нет но второй фолл на самом деле тоже я бы сказал далеко не шедевр это очень крутой фоллаут и он мне нравится и он вообще замечательный но у него есть гораздо больше недостатков чем у фоллаута четвертого у фоллаута четвертого что там из недостатков ну вот скупые диалоги с этим сарказмом как бы ну да а у фоллаут 2 гораздо больше разных вещей таких которым бы хотелось придраться хотя хотя бы например взять тот же сюжет да фоллаут 4 тоже сюжетом не блещет и он там мягко говоря выглядит каким-то ну средненьким скажем так но у фоллаута 2 тоже самое приблизительным что вас отправляют по какой-то совершенно дикой теме искать гек для спасения племени вы собственно племя так толком особо и не спасаете его там успевают за это время похитить и так мы остановились и вам приходится сражаться вдруг внезапно с анклавом которого особо толком то и на протяжении игры не было все конец спасибо что играли племени успевают заарканумить не знаю что значит заарканумить в данном случае но как бы особой цельности сюжета я никогда во втором фоллауте не ощущал увы фоллаут 2 скорее интересен побочными заданиями отдельными заданиями линиями сюжетными в каких-то локациях там взаимоотношениями между разными городами типа там Волт-Сити какого-нибудь там НКР и так далее вот это вот оно более-менее как-то было достаточно неплохо основной сюжет так себе слышал об Age of Decadence очень хороший RPG говорит некрофагист да слышал когда выходишь из игры время становится на паузу нет не становится сколько реального времени нужно для прохождения игры лет десять нет четыреста дней в принципе его можно ускорять тут есть такая возможность ах стример говорит Кошейнгер Кошейнгер специально пытается разводить холивар уважают да ну я на самом деле не пытаюсь ничего делать специально я просто высказываю свое мнение я понимаю что мое мнение достаточно непопулярно оно противоречит устоявшимся каким-то идеям то есть есть вот в сообществе геймерском так скажем устоявшиеся какие-то представления о том какие игры хороши какие не очень почему они хороши есть определенные догмы и большинство людей они стараются как-то особо против этих догм не идти не высказываться и наоборот даже имеют если отличное мнение со временем могут как бы сами присоединиться к этим догматическим взглядам просто за счет того что ну раз все так думают наверное что-то в этом есть и это мнение тоже начинает потихонечку дрейфовать в сторону вот этого общего мнения мнения толпы но это не значит что это мнение единственное верное то вот которое сформировало в сообществе потому как игры да вообще любые средства развлечения да также любые произведения искусства вообще что бы то ни было в нашей жизни относительно чего у нас может быть мнение все это так или иначе достаточно субъективно мы всегда даем какую-то оценку исходя из наших личных предпочтений из того что нас больше затрагивает интересует и наоборот игнорирует то что нам не особо то и важно в результате человек у которого отличаются вкусы у которого например другое мнение которому важны другие вещи в играх он может на это посмотреть и сказать блин вы чё там все шизанулись как можно в это старье играть ваши там вторые фоллауты не вегасы они же просто кошмар это же такой трэш другое дело понимаю современные какие-нибудь там не знаю супер мега реалистичные какие сейчас игры вообще популярны я вот слишком далёк от этого игры в которых есть действительно возможность почувствовать себя вот прям вау почти в реальном мире а ваше все вот это старьё с условностями ну его нафиг есть люди у которых может быть такое мнение я кстати к ним не отношусь но я просто как пример ещё какого-то третьего взгляда на этот вопрос привожу скорее и так или иначе мнений многих разных может быть но есть определённое мнение которое сформировалось под давлением большинства под давлением стереотипов и в результате идти против него это очень такая не столько даже не популярная штука сколько опасная потому что когда ты начинаешь высказывать мнение которое не совпадает с мнением большинства по поводу того или иного фильма игры книги ещё чего-то такого то люди начинают на тебя набрасываться так как будто бы ты совершаешь преступление хотя на самом деле ты имеешь полное право иметь мнение его высказывать а другие имеют полное право с ним быть не согласными это не значит что вам нужно друг другу агрессивно при этом относиться allem ну вам нужно друг с другом там соедца там друг над другом поезжать пытаться друг друга как-то оскорблять нет можно быть вполне друг другом не согласными но при этом это цивилизованное будто обсуждать и вполне как-то уживаться с тем, что у других людей есть разное, не схожее с вашими мнениями. Соответственно, есть часть людей достаточно большая, которая в игры вообще в эти не играла, но она знает такое устоявшееся общее мнение и просто из этого чувства солидарности с общим мнением и желанием не идти против него и как-то наоборот почувствовать себя причастным к чему-то общему мы же в конце концов люди такие вот существа достаточно мы нуждаемся в том, чтобы иметь связь с окружающими. Мы социальные существа поэтому мы любим, когда наше мнение совпадает с мнением окружающих. Если у нас нету своего мнения, мы очень легко принимаем чужое мнение. В результате получается, что те, у кого мнения никакого не было они тоже присоединяются к вот этому вот движению, типа Нью-Вегас супер-мега-крут и прочему-прочему подобному. В результате появляется ощущение того, что Нью-Вегас объективно крут, но нету никакой объективной крутизны у него. У него есть определенный набор каких-то характеристик, каких-то фич, каких-то вещей, каких-то особенностей, которые могут быть с вашей точки зрения либо вам интересны и важны, либо наоборот вас не интересовать и никак не задевать. Соответственно, если ваше мнение, ну, если ваши интересы совпадают с тем, что реализована достаточно хорошо в игре, то вам кажется, что игра хорошая. А если у вас мнение совпадает, ну, ваши интересы совпадают с тем, что плохо реализованы на игре, вам кажется, что она плохая. Это вот достаточно простая мысль, которая, к сожалению, большинству людей недоступна. Просто из-за такого стадного чувства, из-за того, что мы люди, существа социальные, нам хочется соответствовать тому, как думают окружающие. The Last of Us 2 очень популярна. Особенно на два, человек говорит Кот Шейнгер. Да, это отличный пример того же самого. Большинство людей в The Last of Us не играли. Я думаю, из тех, кто сейчас в чате, там можно по пальцам пересчитать тех, кто не играл. Но большинство, скорее всего, из тех, у кого мнение есть, оно строго негативное. Почему? Потому что вы видели, как другие высказывали негативное мнение или приводили какой-нибудь скриншот из игры. И по одному скриншоту из игры вы уже составили это мнение. И вам кажется, что оно действительно справедливое и объективное, потому что, ну, вот у вас есть вещи, на которые вы опираетесь. Вот те какие-то свойства игры, которые действительно просто неприемлемы для вас лично, типа всякого СЖВ с дерьма там и прочих странных сюжетных ходов. Но вы бы там не играли. Вы не знаете, насколько это действительно важно в ней. Насколько это действительно, если бы вы бы сами поиграли бы, на вас повлияло и на ваше мнение в целом. Так что, так или иначе, вот это The Last of Us — отличные примеры общественного мнения. Общественное мнение, оно очень быстро скатывается либо в то, что что-то превозносится и возносится просто в ранг культовой мега-игры всех времен и народов, как New Vegas. Или же, наоборот, низводится до абсолютного трэша типа The Last of Us. Хотя и та, и другая игра, она где-то посередине между этим. «Нью-Вегас норм», — говорит некрофагист. «Не знаю, почему ее так полюбили, и твой хейт по отношению к Нью-Вегасу не понимаю. В Fallout 2 тоже есть моменты, выбивающиеся из общей стилистики игры. Разговаривающие растения, призрак девушки. Поэтому я говорю, что Fallout 2 — это далеко не идеальная игра, в которой дохренища недостатков. Он как бы, это Fallout, сделанный фанатами первого Fallout, которые, собственно, частично и работали же сами над первым Fallout'ом, но очень многие люди, пришедшие в команду разработки, уплакая салоник, к тому времени опыта такого большого не имели. И там, в том числе, тот же Крис Авеллон, он потом... Не Крис Авеллон, а тут Джордж Сойер, по-моему, там, или кто. Я уже начинаю путаться в именах всех этих великих столпов ролевого жанра, которые делали разные Fallout'ы, Baldur's Gate и прочие игры. Но так или иначе, я, насколько припоминаю, кто-то из разработчиков, когда давал интервью и выступал на одном из ГДЦ, конференция разработчиков, рассказывал о том, что очень многие вещи, которые они тогда сделали, решения, которые приняли, они приняли из неопытности и желания сделать крутую игру, чтобы как Fallout' первый, но вот побольше и покруче. И в результате у них это получилось сделать побольше, но при этом проработка в целом страдала, то есть менее качественные отдельные вещи стали. Так, давайте попробуем вернуться в... начало. Ну, и оттуда пойдем, посмотрим, куда мы можем еще пройти, потому что у меня такое впечатление, что я немножко заплутал. Ну, или наш персонаж заплутал. Тим Кейн, да, возможно, это Тим Кейн был. Так... Last of Us же только на консолях, но пока его нет, да, я поэтому и говорю, что маловероятно, что очень много людей, кто его хейтит, его действительно играли. Хейтеров много, игравших мало. Вот в чем парадокс. Соответственно, то же самое и с New Vegas'ом и многими другими играми. Они со временем обрастают определенным мнением, определенным коллективным мнением о том, что они из себя представляют, хороши или плохи. Но это лишь субъективное представление, которое у людей отличается. И в результате многие люди, которые, ну, например, любят The Last of Us 2, которым он понравился, которых не так волнуют вот те вещи, которые раздражают общественность возмущенную, они чувствуют себя как бы несколько в положении таком неуютном, когда они не могут спокойно, свободно и без страха высказать свое мнение. Потому что если ты высказываешь непопулярное мнение, тебя в ответ заклюют. Скажут, что ты продажный Sony Boy или еще какой-нибудь хрень в этом духе, и на тебя выльют ушат дерьма откровенно. То же самое и с New Vegas'ом. Если мне он лично, например, не нравится, я понимаю, что игра очень популярная. Многим он нравится. Я понимаю, что там есть вещи, которые объективно сделаны хорошо, просто они, ну, не столько вот создают впечатление лично для меня, сколько те вещи, которые там не очень хорошо сделаны. Так, ну вот мы вернулись, да? Давайте, давайте действительно вернемся полностью назад, попробуем разжечь камин и попробуем порисовать еще. Вот. И получается так, что говорить об этом мне достаточно неуютно, потому что я чувствую, что это вызывает некоторое негодование у людей, которые привыкли к тому, что New Vegas — это непривлекаемый шедевр. Вот. И неприятно читать кучу негативных комментариев, которые тебе напишут, если ты выскажешь такое мнение. Ну, а что поделаешь? Комментарии так или иначе, например, на YouTube, они повышают рейтинг видео вне зависимости от того, какие они позитивные или негативные. Лайки и дизлайки точно так же работают. Даже когда вы ставите дизлайк, то вы повышаете то, насколько видео будет продвигаться и попадаться в поисковую выдачу другим людям или в рекомендованное попадать. Потому что противоречивые видео, они точно так же интересны оказываются. Пусть они и плохие, вызывают там негативные эмоции, но люди любят такие противоречивые видео смотреть и негодовать. Предпочитаешь ассоциировать себя с гетеросексуальной женщиной? А, Алекс, о чём ты вообще? Как ты мог перескочить к подобному вопросу от того, о чём я сейчас говорил? Как это вообще связано? Какая к чёрту гетеросексуальная женщина и ассоциировать себя с... Это откровенная дичь какая-то. Серьёзно. Это пример того, как люди начинают сваливаться в какой-то откровенный бред, вместо того, чтобы нормально и аргументированно попробовать обсудить своё мнение о тех или иных произведениях. Вот так вот. 99% потребителей видеоигр мужского пола. Совершенно очевидно, что игра, где главный герой — не брутальный мужик Алексей Ксичика, а две лесбы, не зайдёт большинству потребителей. Ну, 99% — это, наверное, не совсем точная оценка. Я думаю, всё-таки женской аудитории в играх больше. Зависит от того, какие конкретные игры. То есть игры на консолях, возможно, да, там играет чуть больше людей в такие хардкорные, сложные игры, играет больше людей мужского пола. В игры более казуальные, в игры более короткие, простенькие, там вот бывает, наоборот, перевес в сторону женской аудитории. То есть есть определённые жанры, в которых девушек, женщин играют заметно больше, чем мужчин. Поэтому 99% — это не очевидно, увы. Хотя я согласен, что вот для таких игр, скорее всего, большая часть аудитория мужская. Если главный герой — не брутальный мужик или секс и чик, то это опять-таки зависит от культурного контекста. То есть люди по-разному воспитаны, люди в разных странах живут, в разных обществах, с разным мировоззрением. И вот в России, очевидно, да, у нас более традиционное общество, люди более как-то ожидают стереотипных персонажей, которые специфичны вот именно для такого жанра, для таких игр, рассчитанных на мужскую аудиторию. Хотя, в принципе, ничего плохого нет в том, чтобы поиграть за обычную женщину, не какую-то не супер-сек... супер-мега-сексапильную там красотку с задницей на полэкрана. Как тебе Vampire's The Masquerade Bloodlines? Сложно сказать. Сложно. Православным богатырям мешает повесточка. Ну, не знаю, в общем, это скользкая тема, на самом деле, которая скатывается в... в Холивар откровенный. Хотя, казалось бы, я как раз Холивара собирался здесь развести. Не зря же я здесь, вот, играя в подобную игрушку, и развлекаю вас всякими непопулярными мнениями по поводу флаутов. Но The Last of Us здесь, скорее, как просто пример сбоку был. О! Смотрите, картины-то меняются. То есть можно набор цветов менять. А вот это офигеть просто. Вот этого я не ожидал. Оказывается, цвета можно комбинировать. И более того, можно делать совершенно разные картины из этих разных цветов. Господа, что будем делать? Можно пустую картину нарисовать. Можно белую луну нарисовать. Можно кровавую луну, плачущую слезами, просто кровавыми нарисовать. У нас будет две луны. Одна белая, другая черная, но одна еще и кровавыми слезами плачет. Давай смерть. Могила, смерть, рана, трагедия, мутант, мутант-карип. Интересно. Мухомор-мутант. Рисуй трон черепов. Я нашел игру на стрим, говорит Daydreamer. The Stillness of the Wind. На чем это? Что это? Адвенчура, синглплеерная, атмосферная, story rich. Так, русский язык в наличии. Хорошо. Добавлю в виш-лист, потом посмотрю, что к чему. Рисую Джокера. Трагедия. Давай что-нибудь позитивное. Ну, то есть, улыбающегося чувака. Хорошая тема. Давайте нарисуем вот такую замечательную, веселую картинку. И, как и в прошлый раз, наш персонаж, тень, берется за камешки, за мелки вот эти, и начинает потихонечку прорисовывать картину. Делает это неспешно, скрупулезно, прописывая отдельные детали. Стали внимательным. Кстати, еще один момент, говорит Река Честер. Людям легче себя ассоциировать с персонажами, как по мне, такая себе стратегия в сюжетных играх с проработанными персонажами. Лучше просто погружаться в историю. То есть, ты хотел сказать, что не обязательно себя ассоциировать с персонажем, можно просто воспринимать это как историю, которую ты смотришь и которую ты направляешь. На самом деле, да. Можно и так это все воспринимать. Это отличный вариант. Есть разные способы того, как наслаждаться тем или иным произведением, вне зависимости от жанра, вне зависимости от формы его, то есть, там, отыграли какой-нибудь там фильм, сериал, книга или еще что-то другое бы ни было. В общем, я за то, чтобы, во-первых, честно смотреть на свои собственные вкусы и взгляды и не пустить их со взглядами толпы и общепринятым мнением и стараться посмотреть на вещи так, как вам лично, с вашей личной точки зрения кажется, как воспринимается тальная вещь, то или иное событие. Плюс не бояться того, что ваше мнение будет отличаться от какого-то общепринятого мнения, популярного мнения, что он будет непопулярным, вдруг и вас будут осуждать за это. Как-то надо более при этом не только насчет своего мнения вот так вот не бояться, но и принимать чужое мнение, которое отличается от вашего. Это называется объективность. Когда вы воспринимаете чужое мнение вне зависимости от того, насколько оно вам нравится, насколько оно совпадает с вашим, воспринимаете просто как данность. Но есть люди, которым кажется по-другому, есть люди, которым нравится что-то другое. Это замечательно, замечательно то, что мы разные, у нас столько много всего, соответственно, что создает этот мир, делает его разнообразным, увлекательным, интересным. Вот. Король в отвратительный, говорит ХК-47. Что ты получишь, если смешаешь психически больного в одиночку с игрой, в которой нужно ждать 400 дней и заставляешь его ждать все это время в одной пещере? Ты получишь то, что заслужил конец стрима. Ну, на самом деле резонно. Я прям вот на 100% согласен с этим мнением. В этот момент, в этот раз мне несколько ХК-47 полностью совпадает. Тень похожа на аутистам, так как рисует без наброска и довольно хаотично. Но, тем не менее, в конце выходит цельная картина. Обычный человек не может это все держать в голове, говорит Аликс. Ну, я, к сожалению, не знаком с тем, как вообще рисуют аутисты, но, если это действительно так, без шуток, то, в принципе, это укладывается очень хорошо вообще во всю тематику игры. То есть у нас есть персонаж, который одинок, он просто вот заперт в этих пещерах один наедине с собой и он пытается как-то провести время. Все. Понимать хентай? В смысле? Да не обязательно даже понимать. Имею в виду не понимать конкретно то, что людям... Ну, предмет интереса других людей. А то, что людям это, в принципе, может быть интересно и ничего в этом плохого нет. Кому-то интересен хентай, кому-то неинтересен. Хрен с ним. Какая разница? Это твою жизнь особо не затрагивает. Все как бы. В компании с прекрасной картиной время летит незаметно, говорит тень. Этот шедевр заслуживает места на моей стене. Что ж, повесим его куда? Сверху, наверное. Хотя с другой стороны мы можем наверное перейдем к картинам. Так. Да. Слушайте, если немножко подержать курсор, то он превращается в руку. Можно схватить картину. Так вот ее поправить. Давайте немножко. Вот как-то так. Мне нравится. Теперь разожжем камин. Рек Честер говорит, да, действительно, аутисты по большей части именно так рисуют. Но тут есть момент, что обычный человек вполне может так же, вне зависимости от способа мышления и банального воображения. Ну да, развивая собственное воображение, можно многого добиться. Что ж, разводим обычный огонь. О-о-о, можно ковер подвинуть, вы смотрите. Итак, у нас есть две картины. Развезен огонь. Мы можем почитать какую-нибудь книгу. Продолжить, например, чтение Моби Дика. Неторопливо. Тем временем, пока у нас здесь горит огонь, я думаю, немножечко звук сделать потише хотел, потому что горит огонь слишком громко, на мой взгляд. Вам не кажется? там. Там. Так вот. Немножечко уменьшим громкость. Дневник чекнем. Там вроде новые страницы подвезли. Да, слушайте, хорошая тема. Новые страницы это замечательно. Сейчас почитаем. Не знаю, как аутизм, говорит, неграфагист. Но у тени обсессивно-компульсивный синдром. Не смог успокоиться, пока не выровнял картины. Что там насчет Vampire the Masquerade? Да, ну, не знаю. Средняя штука. Вполне годная, но не то, чтобы прям шедевр. Я не скажу, что у меня какое-то прям особое мнение по поводу нормы. Игра. Все. Дневник чекнет. Там вроде, так, да, я только что прочитал. Так, огонь горит слишком громко. У меня тут горит, горит Ironhawk. Тудумс. Тудумс. Давайте посчитаем мысли. У нас пока пять страниц все еще здесь. Вот, сейчас у меня есть два разочарования, два кремния, двенадцать угольков и один лист. Так, что-то сейчас мне ничего в голову не идет. Думаю, просто посижу в одиночестве. нового тут особо ничего нету. Громкость вроде пиктограммка наверху. Так, мне может быть освечивает здесь, я не вижу. Вот это вообще выключить звук. Это освещение. здесь больше ничего нету. Как-то так. Рикан говорит, недавно как человек воспитанный всякими кукурузицами и прочими Call of Duty прошел серию Half-Life. Half-Life замечательная штука. Мне нравится, по крайней мере. сколько нужно разочарования, чтобы скрафтить петлю? А вот ты правильные вопросы задаешь. Да, вопрос правильный. Нисколько. Увы, петля штука такая. Она не из разочарования крафтится. Из других вещей. что-то прям так спать захотелось узнать. Потрескивает огонек. Наш персонаж сидит, считает мой бедиком. Время идет потихонечку. Красота. Совершенно необычный контент, но контент, который в целом достаточно годный. Мне нравится. Нам нужно, наверное, все-таки более внимательно поисследовать пещеры, возможно, даже начать зарисовывать карту. Вы знаете, мне вспоминается такая отличная игра, как Костелевание 2 Саймонс Квест, который я играл на Денде когда-то давным-давно. И эта игра, она вот как раз славилась тем, что у нее были очень запутанные локации, целый лабиринт из разных соединенных друг с другом подземелья, замков, там разных лесов, кладбищ и прочего-прочего-прочего. Местами все это было приправлено достаточно нелогичными загадками, которые требовались для того, чтобы переместиться из одного места в другое и перейти дальше в новые локации. А я вот в итоге в детстве, когда был еще школьником, с удовольствием играл во всякие игрушечки на Денде, я просто в восторге был от Саймонс Квеста. И я тоже, конечно, очень много там плутал, запутывался в том, куда и как, зачем идти, двигаться. Но я взялся за то, чтобы начать рисовать карту, вы знаете, просто взял лист бумаги альбомный, карандаши цветные, и давай там вырисовывать карту скрупулезно, внимательно. И там было несколько версий этой карты, в итоге у меня была полная карта всех локаций, и я по ней отслеживал, где я нахожусь, как передвигаюсь. Очень классно было. Конечно, с одной стороны, это как раз-таки следствие того, что играть плохо мне во что было. Сейчас бы в современном мире, когда у тебя есть огромнейшая библиотека игр, которые там еще можно до самой пенсии играть, сейчас бы тут рисовать карту в какой-то игре, которая так, казалось бы, на один раз, да. Но все равно это бывает, добавляет этакого погружения в игру, связи эмоциональные с игрой дает лишний. Мне больше зашла первая часть, говорит, Рекан, в виде Black Mass Night про Half-Life. Вторая уже поменьше. В нее я меньше верил, так как не мог принять, что Гордон все Гордона все встречает, как обычно, будто его и не было 17 лет. Окей. Ну, я вот помню, когда я играл в Half-Life 2, это было прям сродни откровению. Это была невероятно качественная игра, на мой взгляд, тогда. В общем, произвела очень сильное впечатление. Я так текстовый квест в космических рейнджерах проходил, говорит Алекс. Да, был такой тоже с космическими рейнджерами. Помню, какой-то квест в первых космических рейнджерах на какой-то планете, и он был настолько запутанный, там что-то было про туземцев местных, какие-то кшонги-тонги и прочие. Ох, сколько я в нем провел, когда этот квест закончился, я уже не помнил, ай, забыть забыл про космос, про то, что там какие-то есть корабли, пришельцы, там, клесаны, пираты, всякие разные квесты, прочее. Все вот это вот космическое, оно было настолько далеко, я настолько сросся, с вот этим племенем, этим квестом. Ух, невероятные впечатления. Редко такое бывает, когда ты действительно погружаешься настолько глубоко, сильно, и после этого круто чувствуешь вот эту связь на протяжении долгого времени, чувствуешь, как тебя как будто бы вырвали из привычной обстановки, ты куда-то вот в какую-то обратную, непривычную, далекую галактику отправился из этого маленького родного племени. А ты не пробовал, не думал, попробовать зельду? Недавно на эмуляторе прошел весьма себе, говорит Кот Шейдингера. А ты какую зельду и на каком эмуляторе проходил? Брюфовый Валд? Да? Вроде бы все ее хвалят. Говорят, крутая. Ну, правда, большая, но крутая прям нереально. Может быть, как-нибудь решусь пройти на эмуляторе, но боюсь я просто больших игр. Ты знаешь, вот это, наверное, то, что меня в большей степени останавливает. Брюфовый Валдер первым тоже рисовали карты вручную, говорит Люк Хоум. Помнишь, как ты при прохождении заюзывал карты уже нарисованные? Да. То есть я брал готовую карту и поверх нее в пейнте рисовал уже какие-то свои наброски. Того, где я был, каким путем ходил. Помнишь стримы по Элленс? Эллен vs Predator? Ну да, да, Элленс vs Predator хороший стримы были по второй части. Замечательная тоже атмосферная игрушка. И вот она именно своей атмосферой привлекла ощущением того, что ты действительно в роли хищника там, скажем, бегаешь по веткам, подстреливаешь каких-нибудь маринсов внизу. Да и вообще, в принципе, ощущение себя в школе хищника позволяло очень классно. Ну и не только за хищника, за маринса. Тоже там прикольная была такая в стиле чужих атмосферная история. Во-вторых, рейнджерах можно чисто текстовые квесты погонять. А там, я насколько помню, многие текстовые квесты, они использовали отчасти твой собственный кошелек. То есть, если у тебя, например, были деньги, которые ты с собой привез, реальные деньги, которые ты зарабатывал в игре, и вот ты их привез в этом текстовом квесте, ты их мог использовать. С другой стороны, ты мог этот тот же самый текстовый квест проходить без гроша в кармане, он просто сложнее становился. Это, видимо, второй вариант. То есть, каких-то таких общих ресурсов, которые у тебя вне текстовых квестов имеются, там нету в такой ситуации, правильно? Да, говорит, Кош Ризингер, это Brief of the Wild на всем эмуляторе. Но если оно на эмуляторе хорошо играется, то это круто. Нинтендо единственная из крупных студий делают упорный геймплей, они на графоне в каждый глаз. Вот здесь, да, здесь бы я сказал, что я согласен. Хоть я, может быть, не супер такой фанат Нинтендо и не являюсь их целевой аудиторией, любителем всяких Зельдамарий, Зельдамарьевом. Но я могу посмотреть на это как-то вот со стороны более объективной и сказать, что они действительно стараются геймплей, стараются делать уникальные, интересные игры, которые не похожи на то, что делает индустрия в целом, стараются быть верными себе, своим идеям. Кстати, заметьте, время идет быстрее в игре. Сейчас я только сейчас заметил, что тикает не по одной секунде, а по 4 секунды. То есть за чтением время летит быстрее. Это нам пытается видимо игра сказать. Так вот, у Нинтендо на самом деле очень много крутого всего и я временами даже подумывал, может быть, взять какой-нибудь Switch и поиграть какие-то такие вот игры более-менее казуальные просто в качестве смены обстановки, отвлечения от всяких хардкорных комнесупов и прочих PC-стратегий Wasteland. Вот как-то может быть, это было бы действительно интересным вариантом. Но с другой стороны эмуляторы юзать как-то мне не хочется, потому что в эмуляторах, насколько я привык, очень часто бывают кучи проблем всяких заиканий в игре, торможений, глюков, проблем с тем, что где-то что-то становится непроходимым из-за какой-нибудь проблемы, недоделки, и вот ты все, встрял, как бы. Теперь в определенном моменте игра постоянно вылетает. Такое бывает редко, конечно, но с эмуляторами как-то немножко опасаешься. Я, кстати, в эмуляторе на Dolphin'е пробовал начинать и достаточно неплохо с интересом поигрывал в как там Xenoblade Chronicles, по-моему, называется. Очень крутая стратегия, RPG-шка с V. И она действительно крутая. Единственное, что, она, конечно, дофига GRPG из себя с кучей таких вот типичных GRPG-шных моментов, с гриндом постоянным, с, честно говоря, надъедающей боевкой. Но интересная штука. Думаю, как-нибудь вернуться надо бы. Было бы круто посмотреть стримы со свечом, говорит Кира Шимада. Но это только идея. Идей много, времени мало. Вот и основная проблема. Что думаешь о симуляторах построек городов типа Cities Skylines? Прикольно, но это скорее убивалка времени такая, на мой взгляд. Вот, тоже неплохая убивалка времени, но она чуть более атмосферная и персональная. Мне кажется, что-то вот более персональное, оно интереснее лично для меня и легче заходит. Играл без проблем, говорит, некрофагист, глюки были, когда новый графический эффект прогружался. Потом он кэшировался и все было ок. Ну и гироскоп не работал, потому что мне его настраивать было лень, но на гироскопе был завязан 1% игры где-то. Окейушки, надо будет как-нибудь присмотреться к этому. Пойдем в это играть, говорит Дриммер, в Satisfactory. А что такое Satisfactory? О, это от слова factory, видимо. Automation, Base Building, Resource Management, ништяк. Еще кооп есть. Так, так, так. Я вижу, к чему дело идет. Satisfactory. Так, почему оно сейчас у нас тут? Где у нас тут скидочки? Early Access за 539 рублей. Интересно. Стало вдруг внезапно менее интересно, скажу честно, после того, как на сону посмотрел. Окей. Overwhelmingly Positive. Насколько, к сожалению, в браузере не видно. 12 людей в вишлисте имеют эту игру, в том числе для и Дриммер. Ахаха. I see what you're doing here. Это про построение крутых схемочек, и она очень засасывает. Ну ладно, давай вишлист добавлю, потом подумаю на эту тему. Одному неплохо, но вдвоем лучше. Да, коопные игры бывают очень интересны за счет того, что они просто добавляют взаимодействие лишнего, дополнительный уровень геймплея появляется, которого нету в сингле, и ты сразу воспринимаешь по-другому игру. Я вот это постоянно замечаю в некоторых играх, что если в игре есть кооп, или уж тем более, если это мультиплеерная игра, то играть в сингл, в одиночку, в нее абсолютно неинтересно. Но когда начинаешь играть в коопе, она просто преображается и становится в десятки раз интересней. То есть если в игре вот заложены какие-то механики специально под кооп, то она действительно бывает часто наголову лучше в коопе. Факторио лучше будет, пишет Red Crypt, э, Кипром, чем Satisfactory, соответственно, лучше. Угу. Ну, Факторио тоже известная штука, достаточно популярная, распространенная. Сколько я про нее уже не слышал. Факторио тоже, да, пишет Dead Dreamer, но я ее уже прошел. Окей. Кстати, в Tardew Valley тоже коопе есть. Ни на что не намекаю. Да я понимаю, на чем вы намекаете. Надо, чтобы затянуть меня в эти коопы по уши, так, чтобы я окончательно забыл про все остальные игры и коопивал бы в разной убивалке времени. Ах. Но это на самом деле не так уж и плохо. Вы знаете, в этом что-то есть. Идетативный такой расслабон неевый кооп. Вот. Divinity Original Sin 2 был самому интереснее играть, говорит, некрофагист. Правда, может потому, что я начинал знакомиться в эту игру в соло. Хм. Ну, по-моему, да, все-таки в Divinity очень много такого сюжетного контента, который приятнее проходить в соло. Кооп игры, они интереснее, когда в них геймплейных элементов больше, чем сюжетных. Когда именно упорный геймплей такой вот, который приятно вместе как-то в коопе играть. Значит, есть кооп игра ДНД Ролёвка. Да, прекраснейшая штука. Я бы даже сказал, она на голову лучше всех остальных вариантов, которые мы сейчас рассматривали. Демонстративно купил себе Satisfactory, говорит Дидример. То Дидример пишет, что с долгами не может расплатиться, что вдруг спонтанно покупает Satisfactory просто так вот. Ну, окей, я не осуждаю, я понимаю тебя. Не обязательно ДНД. Ну и да, не обязательно ДНД. Тоже вариант. Ну чё, хорошо посидели, поболтали. Я думаю, стоит на сегодня прерваться, может завтра что-нибудь ещё постримить. Так что считайте это анонсом-анонсом. Как в последнее время стало очень популярным. От меня ждут анонсов-анонсом. Так что ждите анонсы завтра. Такие дела. А мы оставим нашу тень читать Моби Дика. И что-нибудь ещё интересное придумаем уже для следующего стрима чуть позже. Надо же в чём-то отвлекаться от долгов, говорит Дидример. Да, лучший вариант, как отвлечься от долгов, заняться шопингом. Сразу чувствую, что всё хорошо. Где кровля? Кровля, она уже близко. Она всегда где-то, знаете, маячит за углом так вот осторожненьком и ждёт нас, поджидает. Всё будет обязательно. В общем, если вернуться к игре The Longing, то здесь есть вещи, которые действительно можно сделать. Это улучшить своё жилище, найти те предметы, про которые говорит наш персонаж. Вроде там, скажем, кирки, дополнительных книг, разных материалов, из которых можно сделать мебель и так далее. Инструменты. Там, мы одну часть инструмента нашли, есть ещё две, чтобы можно было поиграть. Но это всё требует внимательного, долгого, медитативного обследования пещер. Сегодня меня этим заниматься больше не тянет. Хотя, в принципе, кто знает, впереди ещё много времени, 400 дней. С учётом, правда, того, что время здесь летит в два раза, нет, в четыре раза быстрее сейчас, то, может быть, не 400, а всего 100 дней, но тоже это много, и можно время от времени возвращаться в The Longing этот и немножечко породить, может быть, что-то новое найти. Кто знает, что изменится за эти дни, как поменяются пещеры, не появится ли здесь что-то новое. В этом, собственно, и суть геймплея подобных игр. Вы время от времени к ним возвращаетесь и опять пробуете немножко поиграть, посмотреть, что к чему, а в оставшееся время игра сама потихонечку грустит без вас. Вот так. Через час ещё будет стрим? Нет, не будет через час. Вообще, я, кстати, спрашивал на тему того, какие вот бывают игры, в которые можно время от времени так вот ненадолго забегать на пару минут, отдавать какие-нибудь приказы, распоряжения, смотреть на результат дел и потом возвращаться к ним только спустя день-два и так далее. Но при этом, чтобы там было что-то осмысленное, чем заниматься. Как пример, мне привели браузерные стратежки разные фермы и прочее. Это очень хороший пример. А есть что-то вот с таким ролевым уклоном, чтобы там можно было заниматься больше чем-то связанным с персонажами, нежели чем с строительством, обустройством, какими-то другими такими делами. Была популярная серия симуляторов деревни с реальным временем, говорит Тимсон Робби. Тимсон Роббл, точнее, наверное. А в чем смысл симулятора деревни был? Напиши, пожалуйста. Просто мне вот хочется понять, что еще бывает в таком жанре. Жанр для меня крайне необычный и непривычный. Я бы сказал, что в целом это скорее не мое. То есть мне бы хотелось больше игр, где тебя заставляют постоянно на чем-то концентрироваться интересным и удерживают твое внимание, и ты получаешь много впечатлений, нежели чем игры какие-то медитативные, ситуативные, в которые ты время от времени возвращаешься ненадолго и потом опять как бы их откладываешь. Но может быть есть что-то такое, чем еще стоит ознакомиться? Серия Sims. Ну, серия Sims, она гораздо больше требует вовлеченности в геймплей. Все-таки в Sims я как-то играл, не помню, правда, какие, во вторые, возможно, в первые, в том числе, да, в первые и вторые Sims, скорее всего, я играл, это давно дело было. Но так или иначе, концепция не изменилась, что в третьих, что в четвертых, и в целом я представляю приблизительно, о чем эти Sims. И как-то, ну, нет, это не игра, в которой ты быстренько отдаешь какие-то приказы, а потом сваливаешь в закат и возвращаешься посмотреть, какой результат. Это скорее именно такой менеджмент жизни своего персонажа, его семьи. Animal Crossing считается, а это, кстати, тоже на Switch, заметьте, заметьте. про Animal Crossing, я слышал, ну, отчасти, наверное, считаться должно Годвель. Нет, Годвель это вот прям, это Zero Gameplay Game, где вообще просто абсолютный ноль, и как бы ты отправляешь персонажа, и он все дальше сам делает. Не знаю, как бы на него толком-то влиять нельзя. О, вспомнил, серия Virtual Villagers называется. Угу. Кстати, если вы до сих пор смотрите это в записи, то есть, если вы на Ютубе продолжаете смотреть это, и вам тоже как бы интересно просто посидеть, послушать мои рассуждения, то тоже напишите, может быть, вы знаете какие-то интересные варианты, что стоит заценить из такого вот контента, таких вот игр. Что я, насколько знаю, тут получаются либо какие-то браузерные стратежки, действительно, да, вот браузерные стратежки с такими вещами я знаком. Они, согласен, тут попадают во многом под такое определение. Ты приходишь, быстренько прокликиваешь какие-то дела, там вот здесь это построят, здесь то, там то, все, и у тебя дальше, к сожалению, каких-то ресурсов не хватает, которые будут очень долго копиться для того, чтобы еще что-то сделать. Соответственно, ты либо можешь задонатить, либо ты можешь не задонатить и просто вернуться позже. Вот. Этот геймплей, он, ну, имеет право на жизнь, скажем так, но это далеко не то, о чем я говорю и чего я ищу. Какие интересные, ХКК Лонгинг не видел еще, говорит, ХК-47, но если увижу, посоветую. Лонгинг, кстати, в этом плане, это игра достаточно уникальная, насколько я понял, судя по отзывам. И кто знает, может быть, мы к ней вернемся. Все-таки интересно, что там будет с персонажем спустя, скажем, 10 дней или месяц. на языке крутится, говорит The Dreamer. Что же у тебя там крутится на языке? Ну, Animal Crossing, это вот тоже разновидность, наверное, фирмы, но с большим упором на геймплей от первого лица. Скорее, больше, наверное, в сторону какого-нибудь Stardew Valley или что-то подобного. В 2005 был O-Game. Да, O-Game. Это космическая стратежка такая. Помню, помню это дело. Тоже надолго не зашло. Когда Те-2? Ты играл? Нет, не играл. Не знаю, когда вообще. Скорее всего, не скоро. Ира Игун кидает ссылку на Те-е. Что ж, стратегия RPG не дешает, не сурвайвал в Турмбэйзет. Ну, не чувствую прям желания за это бросаться. Браться срочно. Те-2. Окей. Вы знаете, как это бывает иногда? Некоторые игры или некоторые вещи, вообще там, какие-то, например, сериалы, фильмы, они цепляют сразу же. и тебе хочется дальше продолжать смотреть, играть в них, уделять им время. Но есть вещи, которые сразу тебе говорят, что здесь очень мало того, что соответствует твоим вкусам и твоим интересам прямо вот сразу со старта. Поэтому, может быть, я ошибаюсь, что там интересный геймплей и все такое, но что-то не тянет меня на Тею, судя по тому, что я вижу. Тея затягивает, говорит Рейгун. Я верю. Я абсолютно верю тебе, что Тея тебя затягивает, и очень большое количество других людей, скорее всего, так же думают. Но что-то меня вот сразу не цепляет то, что я вижу. Ну ладно, давайте прощаемся с Тенью, пожелаем ему хорошо провести время, почитать Моби Дика, отвлечься от своего одиночества и подумаем, стоит ли к нему возвращаться. Напишите об этом в комментариях к видео. Я же с вами на этом прощаюсь, господа. И не забудьте, что вы можете подписаться на ВКонтакт, Твиттер или зайти в Дискорд. Там я делаю анонсы стримов, так вы не пропустите следующий стрим, который, скорее всего, будет в ближайшее время, возможно, даже завтра. Ну, завтра я имею в виду относительно того, когда я стримлю. Стримлю я сейчас вечером в субботу, так что, когда это видео будет выложено, скорее всего, это уже поздно про завтра говорить. Но так или иначе, подписывайтесь и до новых встреч, всего вам самого наилучшего. С вами был Дайс, пока.